здравствуйте друзья здесь демитков юрий я начинаю осваивать американский рынок я об этом уже говорил я это делаю постепенно и вот недавно я рассказывал о том что я побывал на семинаре в открытии там была презентация санкт-петербургской фондовой бирже и один из ведущих аналитиков и основатели этой бирже вот он долго работал в открытии 10 лет он такой с ностальгией был там и это был павел пахомов вот очень интересный человек я к нему потом подошел после этого семинара спросил где он берет информацию он рассказал что он пользуется но финвизом я тоже пользуюсь он пользуется yahoo finance финвиза туда прямиком дорога вот и он пользуется market watch и постоянно там сидит в общем сказать там наиболее достоверной информации он берет он сказал что 3 часа в день он посвящает буквально чтению этой информации и он делится ею со своими ну с людьми со всеми ну как аналитик и вот недавно я смотрел его вебинары там серия на финами он ведет то что актуально и он сказал что актуальны будут вложения вот на ближайшее время вот прямо на ближайшие на ближайшие то что пищит он сказал что в четверг то есть вчера должен должна быть отчетность по компании nike и давайте посмотрим на эту отчетность да и он сказал что компания nike в общем-то в один голос все информационные ресурсы западные кричат что nike это прям вот nike 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 ну и по микрону тоже самое говорю ой микрон микрон ой микрон микрон вообще одна из любимых компаний для инвестирования в нашей стране в общем сказать там все ее обожают но микрон я не стал покупать то что я посмотрел он уже вырос nike тоже на самом деле уже вырос но я решил купить потому что я читаю регулярно отчетности на маркет твитц и офигеваю когда вижу календарь и там после этого после календаря идет значит результаты что ну самые большие самый большой рост и самое большое падение так вот самый большой ростом бывает там 40 процентов добавляют акции там 5 10 процентов акции за день добавляют и причина этого роста better than expected то есть отчетность зато третий квартал оказалось лучше чем ожидалось чем вот и на самом деле сейчас говорят что компания nike там вообще креативит во всю что у нее там все хорошо и что будет отчетность четверг и все-все-все-все-все-все-все-все-все советуют ее купить и я ее купил буквально вот в среду по моему да в среду я ее купил по цене сейчас я вам покажу по какой цене 99 52 доллара за штуку я купил 10 акций то есть 990 рублей вот они они у меня 10 акций 990 рублей на ожиданиях роста то есть все аналитики в америке говорят именно о том что надо покупать компанию nike потому что прям вообще вот писают кипятком вот и соответственно четверг произошел вчера но отчетность по найку как и было заявлено должна была выйти уже после закрытия даже американской бирже насколько я понял то есть сегодня вся весь рост будет ну сегодня если он состоится соответственно ждем вот а когда этот рост будет ну когда американцы проснуться соответственно потому что наши уже проснулись но еще ничего не случилось потому что ликвидность на санкт-петербургской фондовой бирже маленькая вот американцы просыпаются там то ли в 16 30 или в 17 30 открывается биржа по российскому времени поэтому поэтому вот жду ну а акции уже немножечко плюсе они просили немножечко что я почитал с утра когда проснулся в новостях на маркет твитс но как и ожидалось что отчетность компании оказалось лучше чем ожидалось ну как сказал павел пахома он говорит но компанию специально занижает вот это вот expected то есть ожидаемую доходность потому что ну хотят создать то ли ажиотаж то ли еще что ну говорят ну вот вроде бы так должно быть но на самом деле оказывается лучше и это способствует росту акций и так далее вот поэтому поэтому вот ждем ждем открытие биржи американской но не надо забывать что сейчас период рождественских праздников во-первых то есть американцы озабочены на самом деле еще и подготовкой к рождеству там покупают подарки во все готовится к новому году с одной стороны а с другой стороны вот она отчет оказался лучше чем ожидалось по найку и поэтому ожидают роста до ну вот ну вот в маркет твитс было написано что до 105 долларов за штуку то есть ну где-то в районе 5 процентов рост ожидается посмотрим если это будет то вот у меня будет уже 10 акций уже по 105 долларов вот такой рост вот такие мои первые шаги на американском рынке я уже начинаю его исследовать ну что из взятого у меня пфайцер это явно не самая лучшая моя как бы находка потому что я купил пфайцер когда пфайцер это крупнейшая фармацевтическая компания я решил вложиться фармацевтическую область отрасли когда они очень сильно упали вот но после того как я их купил я купил так хорошо вот они продолжили падение и я это сделал смотрите когда я это сделал примерно в июле месяце вот и с июля месяца я сижу в этом пфайцере вот это вот было где-то минус 250 долларов я терпеливо ждал когда она вырастет потому что ну ничего не должно было произойти с пфайцером вот но на самом деле с ним ничего и не произошло и вот недавно я здесь когда он дошел до отметки в той на которой я ее приобрел я продал больше половины этой позиции но пфайцер у меня остался сколько там у меня у меня было на всю катушку короче говоря был пфайцер у меня куплен больше чем на две тысячи долларов вот ну здесь небольшие суммы видите две тысячи долларов всего как бы и переживать то особо не о чем вот но тем не менее я продал больше половины вот буквально вчера или позавчера я получил дивиденды от компании пфайцер 22 доллара мне начислены я это увидел и они появились у меня на счете на спб то есть здесь как бы все хорошо все корректно ну еще у меня вот сина корпорейшн это примерно то же самое после того как она упала очень сильно я ее приобрел и наконец то ну она росла падала или здесь я приобрел ну короче говоря недавно я ее приобрел но тоже так хорошо зачерпнул вот но сейчас плюс 300 долларов на ней имеется еще я приобрел риата фарма севтикалс почему потому что я зашел на спб и когда ребята рассказывали на своей презентации там о своих информационных ресурсах они сказали что среди их информационных ресурсов ведущий вот то что они ну как бы продвигают это вот такой ресурс фомаг помните когда я давал отчет я сфотографировал специально слайд был с ссылкой на этот фомаг ну financial one магазин это журнал на какие стартапы стоит обращать внимание инвесторам почему инвесторы не боятся импичмента Трампа и здесь же было что не так с акциями с аудиорамка что ожидать от отчетности микрон технологии и вот она топ 3 компании S&P 500 с дивидендной доходностью 7 процентов и выше и вот здесь статью я открыл и там прямо вот вообще 3 компании которые надо покупать по мнению вот здесь тройка акций компаний для серьезного роста я опять повелся Стронбай это по мнению большинства аналитиков Стронбай тоже фармацевтическая отрасль и это компания РИАТА вот и я купил одну акцию этой компании ну вы видите что она стоит 278 71 РИАТА фармацевтиклс я не буду здесь распыляться потому что вы можете найти эту статью и почитать вот у меня РИАТА фармацевтиклс 214 49 цена по которой я ее купил здесь 278 ожидаемое вот ну короче говоря ожидают рост Cisco Systems у меня давно куплено никак не вырастет Алексион Фармацевтиклс тот же самый Павел Пахомов он говорит что компания Алексион Фармацевтиклс по всем параметрам очень перспективная потому что она занимается новейшими методами лечения очень сложных заболеваний и после того как эти методы пройдут опробование аппроприацию то есть они будут одобрены комиссией то акции компании рискуют взлететь и эти взлеты бывают обычно там ну на сто процентов уж точно вот и я это регулярно вижу поэтому я тоже взял с перспективой надолго когда они будут одобрены эти исследования черт их знает вот так ну я надеюсь что это видео было полезно спасибо за внимание сейчас поставьте пожалуйста лайк и оставайтесь на моем канале я буду вас держать в курсе и я буду больше сейчас посвящать времени тоже американским компаниям потому что я хочу сформировать также часть портфеля пропорционально так же как я получил рекомендацию вот на том же самом семинаре открытия брокер я буду формировать этот портфель диверсифицировать его по отраслям спасибо за внимание с вами был Деменков Юрий спасибо за внимание Продолжение следует...